так всем привет маленькое видео по настройке камера то что-то у всех проблемы вот блендере когда вы его открываете у вас по сути две камеры да одну которую вы видите и 1 виртуально это view порт который вы крутите да и вот это тот срез как бы этой камеры то есть ваш монитор вот и виртуальная значит камера бывают такие всякие моменты когда вы там начинаете моделировать и при приближении там начинаются какие-то косяки да что-то обрезается как-то вертам вершинку обрезала а да то есть начинается приближаем и не видим ничего пропадает вот первое что мы можем это пойти и настроить наш вот вид виртуальная наша камера да тут есть ее фокусное расстояние есть такие два параметра clip start clip and да то есть камера а откуда начинает видеть и докуда у нас же мир как бы бесконечные не надо это камере видеть вот и часто да когда особенно начинаете работать с вершинками там их как-то приближать куда-то что-то делать бывает такой вот обрезка да происходит и тогда вы можете настроить вот этот клипинг уменьшив его параметр вот да и тогда как бы все будет замечательно да вы приближаете насколько нужно . никуда не пропадает ну конечно уже от одного миллиметра например начнет куда-то уезжать да какой то есть тоже но я не думаю что настолько нам нужно будет приближать принципе можете попробовать уменьшить еще параметр да и вот видно она обратно появляется так на вот и такие вот штучки бывают потом артефактики то есть взяли назад вернули все пропадет дальше сама камера да первое настройки как ее настроить и выставить вид вид из камеры это мы нажимаем нолик на цифровой клавиатуре до нажал 0 попали вид из камер с этого вида если вы выберете камеру дали нажав g вы можете типа ее перемещать нажав g и нажав колесико мышки потом вы можете приближать отдалять если вы нажмете r да вы будете вращать дважды нажмете r вы как бы вокруг своей оси и будете вращать вот опять же дает не всегда так как бы удобно и получается настроить поэтому в меню view есть вот такая штука лог да то есть заблокировать камеру относительно вида если я перехожу вид из камеры нажал 0 и блокируют да и то как бы теперь я просто вращаю свой вид как обычно мы это делаем и камера в общем-то заблокирована вы подбираете себе какой нужен вид да и потом эту галку снимаете и тогда как бы потянули а камера уже у вас на месте еще как бы способ это вы когда тоже опять во вьюпорте настроили свою виртуальную до камеру вот и затем нажимаете control alt 0 да и тогда вы ставите вашу как бы физическую камеру на текущий вид который был во вьюпорте так часто до всех там нервирует камера что у нее нет таргета мишени как бы и это тоже в общем не проблема вы можете его сделать если добавить к примеру пустышку вот play nexus теперь выбираете камеру идете в привязки и выбираете трек ту нас то есть следить за и выбираете элемент за которым будет она следить и вот у вас появился как бы этот таргет в принципе можно дома кошечка поделить там на двое вот и как бы на тут нолик зашли вид из камеры а тут вы уже там управляете вы перемещаете вот вашу цель и в принципе камеру и достаточно просто тоже все настраивать если вдруг вы хотите анимировать камеру да там например по кругу тогда вам нужен путь и путь это будет кривая например выберем все я его увеличу вот так это же выбираю камеру и добавляющего constraint follow pass и выбираю да этот путь по которому хочу чтоб она следовала бывают вот такие вот моменты до чтобы этого не происходило от камера куда-то убежала далеко вы должны сбросить ее положение нажимаем alt и g да то есть есть камера убежала мы сбросили вот видите location 0 камеры поставили также rotation нужно сбросить нажимая alt r не стала как-то как-то так а ну подождите давайте вот этот я уберу трек ту ну сейчас вроде бы все замечательно камера туда куда надо смотрит давайте еще трек ту и выбираем нашу мишень теперь все нормально да и теперь вы как бы вот этим торги там указывайте цель куда следить а теперь масштабируем и приподнимая вот это вот колечко да вы будете настраивать также вид и если запустите отнимацию сначала ничего не произойдет потому как этот путь нужно анимировать опять в камеру перешли и вот они мэйт пас на нажали теперь при запуске анимации вот крутится и по умолчанию типа на 360 градусов камера проходит за 100 кадров если вам нужно что-то изменить вы можете пойти в настройки кривой вот по санимей анимей шин и выбрать то количество кадров на за сколько будет делаться у нас кружок на 360 вот да то есть вот так с ней еще можно поступать еще бывает такое что у вас бывает несколько камер добавлю еще одну камеру вот и чтобы сделать камеру активной да то есть активная камера которую нажимаете нолик вот из нее вид происходит вы можете это сделать вот тут об этом море туда черненький треугольчик если наш треугольник нажмете control 0 да вы сделаете ее активной теперь вид будет из этой камеры а где-то тут еще не понял а вот на камера можно и тут переключать до активная какая будет у нас выбираем вот а также бывает вы когда там например опять же там брендельте три вида с разных камер то можно в общем-то запустить как батч рендер вот для этого камеры нужно прибегить давайте я вот открою новый файл накопирую камеру вот одна скопирую и контролл 0 перейду в неё вот вид из этой камеры опять же могу view заблокировать покрутить и настроить вот то есть у нас раз камера и два камеры мы хотим брендерить эти виды из этих камер да и как бы не не мучатся не переключать каждый раз рендер запускать а вот типа отрендерить два кадра анимации для этого мы не должны поставить маркеры до добавляем маркер или нажимаем буковку м есть раз маркер добавился и теперь нужно камеру забиндить туда маркер бинт камера ту маркер все до установилась теперь выбрали следующую перешли в другой кадр опять маркер добавили маркер и забиндели камеру да и теперь у нас есть два кадра видите я перехожу у нас меняется активная камера ведь я стрелки нажимаю туда-сюда вот и переходит ну так же 0 нажал и теперь пойду или тут в другой кадр я это нажимаю стрелочку до перехожу и соответственно у меня разные виды и чтобы потом отрендовать анимацию будет просто идете дедут настройки принтер выбираете место где вы будете сохранять эти файлики например там рабочий стол вот и дальше тип файла ну и все и говорите сколько кадров вам нужно отрендерить например тут надо нам с 1 и 2 кадр и нажимаем render render не меньше да все два кадра отрендерилась мы их получили на рабочем столе вот вроде бы все просто надеюсь что все понятно всем всем пока